Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePad. Сегодня у нас с вами урок по Python, и мы с вами продолжим работу с модулями. На этом уроке мы с вами определим, где хранятся модули, посмотрим эти пути, и определим, как посмотреть содержимое определенных функций в этих модулях. Итак, если вам действительно нравятся эти уроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Давайте переключимся на рабочий стол. Переключаемся. Смотрите, здесь у меня открыт код с прошлого урока, когда мы с вами создавали свой собственный модуль. Теперь мы можем с вами посмотреть, где же Python ищет все наши модули, которые мы создаем. Посмотреть текущий каталог и посмотреть, например, те каталоги, в которых он ищет по умолчанию. Хорошо. Для этого давайте создадим новый файл. Правой кнопкой «Создать текстовый документ». Назовем его как my2.py. И откроем его в идол. Открыли в идол. Теперь смотрите, что мы с вами будем делать. Так, Python Shell можно закрыть. Мы можем с вами, во-первых, написать такую команду, как import.sus и print.sus.path и запустить run.runModule. Окей. Смотрите, вот здесь у нас с вами вывелись те пути, где ищет наш Python модули, которые мы с вами создаем. Ну, естественно, в том каталоге, в котором находится сам наш исполняемый файл. Вот он, каталог P1. Потом он ищет вот здесь, потом здесь, потом вот здесь вот. И вот во всех этих каталогах он ищет. Хорошо, сейчас мы с вами определились с тем и увидели, где Python ищет модули, которые вы создаете, ну, либо импортируете. Теперь давайте посмотрим, как Python видит имена в этих модулях. Вернемся в нашу программу. Например, вот в эту. Вот это наш модуль. Так, давайте его сохраним. File.save. А вот эта программа, она импортирует этот модуль. Давайте мы с помощью команды dir выведем на экран список имен, которые видит Python. Print в скобочках dir. Run.runModule. Смотрите, Python теперь увидел такие имена. MyFunction и MyVar. Вот. MyVar. MyFunction. То, что он увидел. Если мы эту команду выведем на экран до импорта модуля. Например, вот сюда. Давайте переоткроем наш shell. Run.runModule. Окей. То, смотрите. Изначально, вот первая команда, вот эта, она не видит никаких дополнительных имен. А после того, как мы заимпортировали вот этот модуль 1, то он увидел, наш интерпретатор, дополнительно два имени. MyFunction, MyVar. Если мы заимпортируем, например, сюда. Import. Import. Math. Run.runModule. Смотрите, сюда добавилось только одно имя. Почему? Потому что мы заимпортировали весь модуль. А в данном случае, второй командой, мы заимпортировали все имена из этого модуля. И можем к ним обращаться без указания модуля. Поэтому, для того, чтобы увидеть все имена из этого модуля, мы или должны с вами написать команду, вот так вот, еще раз, только указать сам модуль здесь. Либо заимпортировать модуль Math вот такой командой. Давайте сделаем и так, и так. Итак, первое, выйдем на экран содержимое вот этого модуля Math. Run.runModule возьмем. Смотрите, у нас с вами вывелось на экран целая куча имен, которые мы можем использовать из этого модуля Math. Вот они, они. ArcCosinus, Cosinus, Factorial, Infinity, логарифм по основанию 10, Sinus. То есть, мы с вами вывели имена из этого модуля. Теперь, если мы с вами импортируем вот этот модуль таким же образом, как мы сделали ниже для нашего созданного модуля. FromMath, Import, все. То тогда вот эта команда выведет на экран содержимое сразу этих имен. И они будут определены у нас без указания вот этого модуля Math. Run.runModule. То есть, мы сможем их вызывать без указания модуля Math. Смотрите, действительно, наше пространство имен расширилось. Так, давайте здесь найдем MyVar и MyFunction. Вот они они. Ну и также здесь вот эти все имена из модуля Math. Итак, хорошо. Сегодня вы рассмотрели, как Python видит имена, когда вы импортируете модули. И можете это посмотреть самостоятельно с помощью команды dir. Также вы рассмотрели, как понять, где ищет Python нахождение ваших модулей, которые вы импортировали, либо создали. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки, комментируйте, задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Продолжение следует...